Всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом и в этом видео я вам расскажу, как победить стресс за три дня. Именно за три дня вывести из себя весь стресс из своего организма. Что нужно делать, на что нужно обращать внимание, чего нельзя делать. Очень у многих есть такой вопрос, как Алена, а что делать, когда хрес-стресс хрес-стресс хронический. И в этом видео я расскажу, что важно, а что нельзя делать, если у вас усталость надпочечников. Первое, что мы делаем, обращаем внимание на вашу физику. То есть в моменты стресса обязательно будет скомпенсировать свое состояние. Чем? Первое, просыпаетесь, пьете воду. Обычно это вода, либо гидрокарбонатная, Ессентуки, четверка, семнадцатая. И, например, воду с лимоном. Что-то выбираете. Для чего? Нам нужны утром электролиты. Дальше, в зависимости от состояния, конечно, ЖКТ выбираете под себя воду. Дальше, обязательно, если вы понимаете, что стресс очень-очень длительный, утро никогда не начинайте с простых углеводов. Это запустит высокий инсулин и опять даст вам толчок. Утро, если завтрак, мы обязательно начинаем с вами с жиров и с клетчатки. Это могут быть яйца и овощи, могут быть какие-либо жиры, но или белки. Если завтракать вообще сложно, начните с электролитной воды. И иногда важно дополнить клетчатку. Потому что в моменты кортизола очень часто есть скопления, которые не дают организму выводить шлаки из себя. Каким способом? Природным. Очень важно из себя выводить при помощи потения. Но многие не знают, что они, когда потеют, нарушают электролитный обмен. Соответственно, здесь вы должны быть подстрахованы. Утром, мы помним, мы пьем воду. Дальше, мы обязательно, если завтракаем, то это основа белки, жиры, немного углеводов. Дальше, обязательно физическая активность, посильная вам прогулка, пробежка, что-то, что растрясет ваш организм. Дальше, обязательно, друзья, это чисто физические методы. Обязательно садимся и работаем. То, что нужно сделать, потому что в обед должен быть разгруз. Какой разгруз? Если у вас запланирована тренировка, сделайте ее, потому что тело как раз готово. Вы можете вывести весь стресс, как я сказала, через пот. Если станет плохо на тренировке, лучше идти на низком, небольшом пульсе. Это важно. Еще один момент. Если стресс длительный, что можно подключать? Сорбенты. Почему? Потому что в моменты стресса плохо работает ЖКТ и, соответственно, из-за этого нарушается всасывание, нарушается работа других органов. И очень важно это понять. Немногие психологи об этом говорят, а я говорю. Дальше, друзья, если вы понимаете, что стресс идет такой вот циклический, то вам очень-очень важно в эти дни нормализовать уровень приходящего белка и уровень жиров. Это будет поддерживать. Если будут резкие скачки углеводов, вам будет сложно в эти дни функционировать чисто физически. Дальше, вам точно помогут в эти моменты нутрицептики. Какие? Конечно, магний. Конечно, если есть электролиты, то в электролитах. Но также можно действительно помочь нутрицептиками, которые влияют на усвоение питания. То есть микроэлементы для того, чтобы все было расщеплено. Дальше, если нужно работать с нервами, да, то мы можем посмотреть по анализу, либо вообще начать просто принимать ашваганду, радиолу, комплекс Бэшек. Можно магний, глицинат. Это все можно пробовать. И действительно, это не какие-то психотропные или какие-то другие препараты. При помощи этого состояния, выхода из этого состояния, вы действительно можете выйти на совершенно-совершенно другой уровень. Первое, мы помним, это питание. Второе, это движение. Третье, это саплименты. Какие? С едой магний, с едой витамин D3, с К2, если есть его дефицит. С едой обязательно принять ферменты, потому что это будет влиять. Можно добавить еще туда и коэнзим, но смотреть по своему самочувствию. И обязательно добавить микрофлору. Если микрофлор разбивается, опять начинается дистресс у мозга. Следующее, то, что хотелось вам сказать. Для того, чтобы выйти из стресса за три дня, важно три дня соблюдать режим. Питание, низкоуглеводное движение, баня, сауна, раскач лимфы и минимальное количество самых-самых важных дел. В эти дни никаких стимуляторов, никаких психоактивных веществ не должно быть использовано. Следующее, если вы понимаете, что стресс затянулся и этого недостаточно, я предлагаю своим клиентам всегда-всегда справиться при помощи выхода на улицу и в лес, в парк. Там, где немного людей, но вы можете прораться, можете запустить энергию и можете действительно выкричать это, выплакать, выходить. Очень важно в моменты стресса дать его в ноги. Если вы понимаете, что стресс уходит в ноги, стресс уходит из организма, то вы возвращаетесь к восстановлению. Дальше, могу сказать, что во многих случаях причина стресса неизвестна, но как с ним справляться, я дала вам инструкцию. Очень важно отметить для себя продукты, которые вызывают непереносимость и которые вызывают резкие скачки гипогликемии. Если это все фрукты, овощи, какие-то другие продукты, у разных людей по-разному. И это очень важно знать продукты, которые у вас вызывают нарушения. Не обязательно в эти моменты все обследовать, все исследовать, но сделать базовое. Вы должны движ, лимфа, пот, прораться, выпить, возможно, выпить ашваганду, можно радиолу розовую, магний, соблюсти электролиты, помочь кишечнику, вывести гормон стресса через кишечник. И это вам обязательно, обязательно, я уверена, поможет. Сниму видео для вас про длительный стресс. А пока под этим видео напишите мне, пожалуйста, как вы справляетесь со стрессом и что у вас получается. Пока!